здравствуйте дорогие друзья гости подписчики моего канала сегодня я приглашаю вас прогуляться с нами в понтарлье это небольшой французский городок региона бургундии франшканте департамента до находится он на высоте более 800 метров над уровнем моря так как находится он в массиве юра или жура по-французски понтарлье был стратегическим перевалом соединяющим юг с севером европы со времен средневековья он был торговым центром региона в понтарлье средний континентальный горный климат с длинной зимой и сильными морозами в январе средняя температура колеблется между нулем и 30 градусами летом средняя максимальная температура составляет 21 градус ну а ночи там прохладные до 10 градусов сегодня в городе проживает 17 с половиной тысяч жителей ну чуть побольше конечно социальное жилье предоставляется тремя структурами обита 25 и олья и идея жилье предоставляется в течение года после подачи досье можно подавать досье онлайн в городе есть общественный транспорт который курсирует по будням 7 утра до 19 вечера как вы понимаете после 19 часов никакого транспорта нет и воскресенье и праздничные дни тоже по субботам с 8 до 18 30 есть автобусы с вокзала отправляются электрички в городе есть свой аэродром он расположен к западу от понтарлье кроме того аэропорт дольюра находится на расстоянии 86 километров ну скажем так в часе езды от понтарлье ну а международный аэропорт то бишь женевский находится в швейцарии это ста 16 километров от города в понтарлье есть парочка небольших зеленых зон в том числе гранд-кур и площадь клемансо а также несколько памятников архитектуры таких как ворота святого петра в виде триумфальной арки часовня надежды церковь сен-бени в понтарлье есть два театра кинозал медиатека и музей сеть магазинов и ресторанов несколько школ и лицеев много спортивных клубов и ассоциаций но вот при всех положительных характеристиках я обнаружила три минуса во-первых в городе мало зеленых зон и большого красивого парка которому мы привыкли с томасом здесь у нас в броне есть прекрасный парк и в лионе тоже там конечно только маленькие зеленые зоны город находится в сейсмической зоне и это настораживает то есть в любой момент может затрясти так что ехать туда где возможно серьезные землетрясения это как бы не очень хорошо ну и на отопление по моим подсчетам будет уходить много денег так как с октября по май там будет холодно вот такие наблюдения и такую информацию я получила из интернета и благодаря нашей прогулки по городу а вы что думаете по этому поводу стоит ли брать понтарлье на заметку в качестве будущего места проживания кстати аренда социального жилья в понтарлье и вообще в этом регионе на 200 евро ниже чем здесь где мы сейчас живем так что может быть в этом регионе стоит поискать какой-то другой городок 2 и а а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»